Историю того, как поссорились Раджев Ахметович и Бенджамин Бенционович, можно было бы считать обычным выпадом в адрес друг друга, если бы на кону не стояла стабильность во всем Ближневосточном регионе. Я только что подвергся ежедневному троллингу антисемитского диктатора Эрдогана. Он одержим Израилем. Он знает, что такое нравственная армия, и знает, что такое настоящая демократия, в отличие от армии, которая убивает женщин и детей в курских деревнях. Нетаньяху, ты постучал не в ту дверь. Эрдоган — это голос угнетенных людей, а вы — голос угнетателей. Вы проводите государственный терроризм. Ваши солдаты и ваша полиция хватают женщин, детей, пинают и уносят их. Вы жестокие и возглавляете государственный террор. Эрдоган обвиняет Нетаньяху в атаках на палестинцев, сравнивая методы израильской Цахал с нацистскими. Нетаньяху Эрдогана в притеснениях курдов, особенно отмечая операцию в пограничном Сирии регионе. Договорились до того, что обвинили друг друга в геноциде и перешли от публичных выступлений к эпистолярным. Он одержим Израилем, но произошло улучшение. Эрдоган нападал на меня каждые два часа, а теперь каждые шесть часов. Пока словесные баталии, но с такой регулярностью, что Турция и Израиль порой оказываются в шаге, точнее, в слове от реальной войны. После таких же майских выпадов пришлось понизить уровень дипотношений. В отсутствие послов, Министерство иностранных дел передают ноты тоже в сети. Окупант, который пинает людей, лежащих на земле, легко обижается. Нетаньяху – холоднокровный убийца современности, ответственный за убийство тысяч невинных палестинцев, бомбящий детей на пляжах. Глава турецкого МИД сегодня заявил, Израиль стремится расчленить Сирию с помощью курдов, для чего якобы планировал использовать отряды курдской самообороны и рабочей партии Курдистана. Но ведь и у Турции о светлом сирийском будущем очевидно было свое представление. Не просто же так Эрдоган вел переговоры с Трампом, после чего США заявили о выводе войск из Сирии, отдав на откуп турецким военным север страны. В начале января Турция и США еще раз сверят часы, уже в Вашингтоне. Спросят там наверняка и про Израиль, который всегда считался одним из главных союзников США. Статус, что часто и определяет тональность словесных дуэлей. Альксон,